Сегодняшний наш разговор посвящен, на самом деле, не только гендерному вопросу на сюжетах самих фильмов, но и в первую очередь внутри индустрии, как работают мужчины-документалисты и женщины-документалистки в этой сфере. У нас сегодня отсутствует, к сожалению, по причине срочной болезни. Надеюсь, что вы будете все долго здоровы. Наша одна из спикеров Мария Черная, она сегодня утром сказала, что заболела, но зато у нас есть прекрасный состав всех остальных. И надеюсь, что мы вчетвером сможем каким-то образом вам ответить на ваши вопросы. Также, пожалуйста, имейте в виду, что мы очень сильно ориентированы на ваши вопросы, нам очень хочется поговорить с нашим публикой, поэтому после небольшого интро мы будем очень рады и готовы к тому, чтобы вопросы в том числе задавали вы. У меня тут есть список из 20, но я думаю, что вам тоже будет приятно задать какие-то вопросы со своей стороны. Я сейчас представлю наших замечательных гостей. Все они связаны, непосредственно работают в поле с документальным кино, не абстрактно об этом рассуждают. Если что, меня зовут Алиса Таежная, я кинокритик, а это наши прекрасные три спикерки, спикерши, спикера, как кому удобно. Первые гости — это Ксения Гапченко, она продюсер документальных фильмов, в первую очередь основательница компании «Докс Восток». Вторая гостья у нас режиссер документальных фильмов Нина Гусева, и третья гостья у нас Ксения Леонтьева. Ксения занимается, так сейчас скажу, чем конкретно Ксения занимается. Ксения — доцент кафедры продюсирования кино и возглавляет, сопредседательствует в Межрегиональном профсоюзе кинематографистов. Как вы видите, у нас совершенно равностороннее освещение этой проблемы со стороны независимого продакшена, со стороны продюсерства в институциях и со стороны независимого автора, который документальным кино занимается. И, в общем, мой первый вопрос, наверное, будет относительно вашей рефлексии по поводу того, что происходит в гендерном составе женщин в документальном кино, потому что вы все прекрасно знаете и замечаете, я это тоже заметила за последнее время. Женщин, которые снимают независимые документальные фильмы, становится больше, их больше в статистическом отношении по сравнению с сферой игрового кино. И мне хотелось узнать, с чем это, в первую очередь, связано, на ваш взгляд, и с какими профессионалами в этой сфере вы себя ассоциируете, на что тоже ориентируетесь, когда говорите о гендерном вопросе, сталкивались ли вы с ними сами, с этим статистическим феноменом, и что вы думаете по поводу его существования, как вы его себе объясняете. У нас на двоих микрофон с Ксенией, и у Ксении с Ниной тоже один микрофон на двоих, так что, пожалуйста, забирайте микрофон, если что, и один микрофон у нас для наших слушателей в зале, в аудитории. Волонтеры вам подадут их, как только вы поднимете руку, у вас будет желание высказаться. Наверное, начну с Ксенией, которая сидит рядом со мной, чтобы мы не бились за микрофоны. Мне кажется, просто все больше девушек начинает снимать. Я никогда не занималась подсчетом, но во всех сферах кино, будь то дистрибуция, продюсирование, мне кажется, большинство составляют женщины, как в России, так и в других странах. Ну, я не знаю, чем феномен ли это, мне кажется, это абсолютно нормально, просто есть возможность, есть интерес к кино. И мне кажется, больше важно, что я вижу очень много талантливых фильмов, которые сняты женщинами, и они мне, конечно, бесконечно нравятся. И как профессионал я, например, стараюсь, или как-то так происходит, что все мои проекты, которые сейчас один долгий, я заканчиваю, и режиссерка, которого снимала, моя подруга, Алисина подруга, Маруся Сыровичковская. И сейчас проекты, которые у меня в девелопменте и в продакшене, они тоже синициированы женщинами, и как-то так повелось, что я предпочитаю работать, мне комфортнее с женщинами находить общий язык. Ну, возможно, это какой-то личный опыт, и я не хочу обобщать, и я не зарекаю, что когда-нибудь я буду работать с мужчиной-режиссером, но пока чувство команды, общие ценности, общие взгляды на кино и на жизнь. Ну, так складывается, что я работаю, вот, я предпочитаю работать с девушками, и, не знаю, ответила на вопрос. Я еще буду задавать дополнительные вопросы. Я могла забыть уже. Да, да, да. Нет, ну да, можно, пожалуйста, ваш ответ. Да. Раз, раз. Да. Я так скажу, я работала, ну, по первой профессии вообще актриса, поэтому я помогу себе примерно представить, как складываются дела. Например, в игровом кино и, например, в театре. И вот мне кажется, что документалистика в этом смысле какой-то счастливый оазис, где я лично не столкнулась ни разу вот с этим гендерным вопросом в негативном смысле этого слова. Потому что я поступала в школу Марины Саны Разбежкиной. И как бы, ну, то есть уже мы видим, что здесь как-то вопрос, ну, понятно, что, да, это... Ну, и даже когда я поступала, я не смотрела на это, как вот школа, где меня женщина будет учить. И вот вообще без этого. И Марина Саны в принципе не транслирует какие-то, мне кажется, такие различия. И когда я поступала, я, например, тоже вдохновлялась какими-то работами выпускников этой школы. И вот сейчас перед этой встречей я задала себе вопросом и поняла, что это тоже были и мужчины, и женщины. И, опять же, когда я поступала, я не слышала в свою сторону никакой оценки ни в плюс, ни в минус. И поэтому мне, наверное, очень повезло с этой точки зрения. И дальше, занимаясь параллельно, там, еще оставаясь в профессии актерской и параллельно с этим занимаясь документальным кино, но, опять же, документальное кино всегда мне казалось действительно таким счастливым местом, где этот вопрос даже не возникает, а значит, он не имеет никакого перекоса ни в какую сторону. Героини, которых я снимала, так случилось, что оба фильма, которые снимала, мои героини — женщины. Расскажите, пожалуйста, подробнее про, собственно, про фильмы. Я думаю, что ваша аудитория или не видела, но сможет ознакомиться потом. Да, я снимала сначала еще на таком, на инерции своего актерского прошлого, я снимала фильм про актрису Розу Хайрулину, и потом, это еще когда я училась в школе Разбежкиной, а после, уже заканчивая школу, я стала снимать адвоката, тоже женщины, Марии Эйсмант, и я снимала ее два года про нее в фильме, вот сейчас я, наконец-то, его выпустила. Но не могу сказать, что в эти оба раза было это сознательным решением, снимать женщину, потому что мне некомфортно с мужчинами, или я не смогу следить за мужчиной так пристально и так близко, как за женщиной. Нет. То есть, может быть, если я когда-нибудь терапевтом буду копаться в этом, и он мне скажет, что я боюсь мужчин, поэтому я снимаю только женщин. Но пока что сознательного, вот какой-то сознательной оценки этому я не давала. Так получилось. Они меня вот как бы привлекли, и мне показались интересными героями. И дальше уже, если рассматривать этот гендерный вопрос, наверное, при попытке получить какой-то грант, или попасть на какой-то фестиваль, этот гендерный вопрос может играть какую-то роль, особенно в Европе, где часто, как бы, во-первых, и при заявке на какой-то фестиваль тебя спрашивают, не только твой пол, но и твою сексуальную ориентацию, потому что им важно, видимо, какое-то разнообразие поддерживать. Ну да, вот я просто маленький комментарий вставлю. Сейчас только что был аппликейшн для прессы на Sundance и Берлин, и там спрашивали не только про возраст и пол, там спрашивают, в том числе, про ментальные заболевания, и какому сообществу вы, какому меньшинству вы себя причисляете, какой расе. И это, ну, это действительно, грубо говоря, на входе тебя уже уточняют эти вещи. Мне кажется, что для российской реальности это достаточно уникальный случай. Просто хочу это рассказать нашей публике, чтобы они понимали, на самом деле, как действительно обстоят дела вот на входе уже в самом первом шаге в индустрию на Западе. Ну, то есть, я знаю о существовании каких-то фондов, которые поддерживают женское кино, но я пока что не пользовалась вот так прицельно, осознанно, там, педалируя специально то, что вот я женщина, я этими услугами, но не пользовалась пока что. И на уровне разработки, идей и съемок я пока что на это никак не опираюсь, не медалирую. Потом, если как-то когда-то мне это может пригодиться, ну, здорово, что такие инициативы есть, это хорошо. Хорошо. Я еще вернусь к, Нин, к игровому опыту и сравнению с документальным кино как раз. А сейчас хотела спросить у Ксении, в общем, продолжить наш вопрос. Есть ли действительно какое-то ощущение того, что женщин документалистики становятся больше или просто более заметные проекты со стороны человека, который, видимо, этих проектов, в общем, наблюдая довольно большое количество совсем в другом масштабе? Ну, я, собственно, занимаюсь изучением этого рынка. Я занимаюсь изучением того, как представлено гендерное разнообразие в российском кино. И у меня такая большая выборка была подвергнута изучению с 2009 года. Все фильмы, которые выходили в прокат, включая документальное кино, которое было уже на экранах, и фильмы анимационные. И вот если сравнивать, во-первых, гендерное равенство, то, конечно, о нем даже не приходится говорить. Даже несмотря на то, что внутри, находясь в индустрии, вы видите, что нет никаких ощущений, что кто-то там преобладает, мужчина или женщина. Но цифры говорят о том, что женщин вообще в целом в этой отрасли порядка 20%. Может быть, 30%, если взять. В киноотрасли или в документальнистике? В киноотрасли на вот этих ключевых позициях, которые рассматриваются традиционно. Это продюсер, сценарист и режиссер. Больше их среди продюсеров, в продюсерскую сферу легче войти. Чуть меньше в сценаристах, среди сценаристок и режиссеров совсем мало. Их там мужчин 82%. И при этом, если анализировать, как эта динамика идет с 2009 по 2019 год, то наблюдается динамика положительная. Женщин становится больше за последние годы. И если посмотреть вот эти различия по типам фильмов, игровое, анимационное, документальное, то в документальное тоже женщин большинство, именно на сценарных, на режиссерских позициях. Я это связываю с тем, что там гораздо ниже бюджеты. То есть основная проблема женщин во всем мире, когда мы говорим про игровое кино, что им не дают больших бюджетов. То есть вроде как там все стремятся к этому равенству, программы доверить, развиваются активно. Но при этом большие бюджеты — это всегда мужской коллектив. И в России это то же самое. И документалистика, она получается такой нишей, именно потому, что там дешевле. То есть там не требуется каких-то супербюджетов, которые, в общем... Которые страшно доверить. Да, страшно доверить женщине. И эта ситуация, она как бы наглядно вина. Но проблема в том, что в России никто этим толком не занимается. Вот я сейчас взялась, это делаю. И надеюсь, что скоро смогу как-то это красиво опубликовать в разных местах. Ксения, вот я хотела, собственно, немножечко заводя вопрос к тому, что вы уже упомянули, про точку входа для продюсеров. В чем причина высокой доли женщин среди продюсеров? Вы сказали, что там легче точка входа. Вот в чем это преимущество? И почему по сравнению с условно-креаторскими задачами сценариста и режиссера продакшн задачи для женщин готовы больше доверять? Просто потому, что это более грязная, неприятная и тяжелая работа. Ну, не то чтобы она грязная. Дело в том, что продюсеров обычно бывает много. Они там разных направлений. Там есть исполнительные продюсеры, креативные. Вот это все. То есть очень много разных таких менеджерских задач, которые нужно решать. И если даже мы посмотрим на число выпускников, то продюсерские факультеты, вот я лично преподаю в Питере на продюсерском факультете, у нас практически одни девушки. Мальчиков очень мало. Ну и, собственно, они выходят и занимают вот эти административные должности и так или иначе дорастают до каких-то позиций более внушительных. Но даже и они, женский коллектив продюсерский, он все равно имеет дело с меньшими бюджетами, чем коллектив мужской. И эту проблему изучают не только... Ну, ее изучают во всем мире. Я вот читала несколько интересных статей, которые говорят о том, что если просто вводить квоты и требовать, чтобы женщинам давали 50 на 50, например, государственную поддержку, это тоже не очень помогает. Помогает то, если вдруг заставлять, вот, по сути, брать, заставлять мужчин, продюсеров властных, у которых есть силы, связи и много большого опыта, заработать именно с женщинами. Тогда они будут вливаться в эту индустрию гораздо проще. Сейчас, к сожалению, во всем мире этот дисбаланс остается очень серьезным. Ну да, он, в принципе, существует даже на уровне высокобюджетного игрового кино. Вот мы сейчас, по-моему, второй случай в истории Голливуда, когда женщине доверили снимать огромный супергеройский блокбастер, самое масштабное, что может зарабатывать деньги, это второй случай, когда сняла женщина. Сейчас, на данный момент, это сладкий кусок пирога, куда, в общем-то, женщины стараются действительно все еще не подпускать. Ксения, скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям вопрос финансовый. Ты согласна с Ксенией по поводу денежных ограничений и того, что это может быть в том числе связано с гендером? Я не знаю, я согласна. Я согласна, и, наверное, это очень, ну, по-прежнему это актуально для России, потому что, я не знаю, я читаю очень много информации о своих коллегах в Европе, например, датская продюсерка Зикри Дайекер, которая одна из, по-моему, четырех сторон, но она большую часть денег собрала, например, в Дании для Косаковского. Ну, то есть, женщины, которые в Европе занимаются документальным кино, у них есть и доступ к этим большим деньгам, им доверяют. И я просто сейчас плотно работаю со скандинавами, и, например, руководительницы национальных кинофондов, там, ну, женщины и в Норвегии. И там все правительство, по-моему, уже. Да, но у нас это по-прежнему проблема, и я сама замечала, что есть, ну, когда ты рядом с мужчиной-продюсером, тебя почему-то объясняют, как надо продюсировать, как лучше работать с режиссером, и никогда не задумываются о том, что у тебя тоже может быть собственный опыт, в принципе, тебе есть что ответить. И вот эта какая-то позиция сверху менторская учить, с ней я постоянно сталкиваюсь. Но с чем я сталкиваюсь еще, что у нас вообще, в принципе, мало людей, которые занимаются и распределением денег в документальном кино, кто снимал сам и понимает все процессы. И вот это какое-то постоянное невежество. И у меня недавно совершенно был пост на Фейсбуке. Режиссерка, с которой я работаю, она печенговала на арктическом форуме проект. И там сидел экспертный совет, который, в принципе, на 70% состоял из мужчин. Сейчас я все это вспоминаю. И она печенговала одна. Они не могли привезти второго человека из-за финансовой ситуации, не могли подключить меня онлайн. И один из экспертов понял, что ему нужно задать вопрос о том, что вот у вас смета написана, и идеальная смета одного съемочного дня у вас 60 тысяч рублей. Это как бы не многовато ли? И он начал задавать режиссеру, во-первых, продюсерские вопросы и пытаться засовестить. И при том, что этот человек один из... Он руководитель большого продакшена, он знает, сколько стоит оборудование. И я не поняла, зачем это было сделано. То есть смена оператора, там, 15-35 тысяч рублей, есть звукорежиссер, есть аренда техники. И это все происходит в место, куда нужно добраться, где нужно есть и пить. И человек пытался застыдить. И она очень сильно растерялась. И она пытается ему объяснить. И он приводит комментарий, что, простите, съемочный день 60 тысяч рублей, да я за границей за эти деньги снимал. И мне, ну, у этих людей какие-то свои миры. Ну, наши реальности очень часто не совпадают. И кто бы... Я встречаю и женщин с такой иногда позицией, потому что до этого была на другом мероприятии, где был круглый стол с разными киностудиями. И там тоже было абсолютное непонимание реальности, в которой мы живем. И что мы устали все с ним просить друзей снимать. бесплатно по дружбе. Ну, и нам хочется расти. Но с таким, я не знаю, это, наверное, невежество и какой-то такой снобизм. И вот желание поучить, оно прослеживается у таких продюсеров-бумеров. Вот, что там день... Но это вот... Денег ты никогда не соберешь. Вот делать нужно так, монтировать с теми, ну, когда тебе все время хотят поучить. С этим я сталкивалась. Нин, немножечко вернусь обратно, в общем, к твоему тезису, как я и сказала. Расскажи, пожалуйста, про свои ощущения по сравнению как раз с театром и игровым кино в актерской профессии. Я думаю, скорее всего, какие-то наблюдения с другими профессиями ты имеешь. Расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что документалистика в этой ситуации небольшой оазис, и какой у тебя был личный опыт именно в актерской работе и в работе в игровом кино по гендерным распределению? Ну, я думаю, что это вообще никакой не секрет, что женских ролей, в принципе, меньше. И во всем мировом репертуаре, и, в частности, в кино на любом уровне, если посмотреть на уровне каких-то сериалов или там больших блокбастеров, ориентир все равно — это мужчина, герой. Женщина очень часто выполняет такую функциональную роль, то есть она ждет либо с войны и плачет, либо там она медсестра или там кто-то бежит. Да, это такая, мне кажется, вещь, которую все могут свидетельствовать. То есть активный, действующий герой — это чаще мужчина. Сейчас немножечко там есть какой-то попытки это исправить, и надеюсь, что они продолжатся. И по сравнению с этим, когда я стала заниматься документальным кино, где я как бы выбираю героя, и если это оказывается женщина, естественно, я совершенно в другой оказываюсь ситуации, и жизнь ее многообразна, она действует, она делает. То есть мне бы, наверное, когда-нибудь хотелось попробовать, не знаю, то, что я пронаблюдала например, за адвокатом или за еще кем-то, как-то принести эти идеи в игровое кино, сказать «посмотрите». И это не обязательно, там нужно быть оголтелой феминисткой, чтобы это увидеть. Ну, у женщины действительно чуть-чуть больше функций, чем ждать, плакать, там, не знаю, или там терпеть, страдать. Вот у нее больше функций. А с точки зрения, не знаю, здоровья индустрии, именно отношений на площадке, какие у тебя есть наблюдения в игровом кино? Ну, я так понимаю, что есть, во-первых, одна вертикаль — это отношение, в принципе, режиссеров со всеми остальными людьми, независимо от гендера. Ну и гендерная вертикаль тоже существует. У тебя есть какие-то наблюдения по этому поводу? Нет, у меня нету каких-то горячих историй, как с женщинами кто-то плохо разговаривал при мне. Нет, у меня есть только вот такие базовые вещи, касающиеся, в принципе, тех ролей, которые женщина может получить. Их процентное соотношение я точно не знаю, но, скорее всего, там тоже будут какие-то страшные цифры про количество. Да, вот, Ксения, давайте микрофон. Да, как раз по поводу женских ролей, тоже у нас есть такое небольшое исследование. Мы вообще все эти исследования проводим в рамках научно-исследовательской практики с продюсерами в СПБ ГИКИД. Это очень интересно, потому что, с одной стороны, это как бы польза для индустрии, а с другой стороны, и они как бы проникаются вот этим взглядом. И мы проанализировали там порядка 100 фильмов российских на предмет того, какие там герои главные. И, конечно, женщины реже становятся главными героями, ну, там, если бывает их парочка, то при этом еще и вот эта вот вторая женская главная роль, она как бы всегда сильно моложе. То есть женский век в кадре, он гораздо меньше. Сильно стройнее. Да, ну, там, на сексуальные всякие штуки мы не обращали внимания, хотя в мире есть методы этого подсчета, да, тоже. Вот. И что еще важно, что она чаще не имеет какой-то определенной профессии. То есть вот мы еще смотрели по профессиям. Естественно, домашним хозяйством занимаются только женщины, у мужчин этого нет вообще. У мужчин есть специфическая роль, они всегда играют роль, ну, вот в армии служат, да, вот уже женщина в армии у нас не попалась в выборке. Вот. И плюс вот эта вот неопределенность, да, в профессии, то есть ты ничего не делаешь, ты как бы просто существуешь вот так. У мужчин этого гораздо меньше. Они там профессии имеют очень четкие. А женщины куда-то вообще отлучаются или они отлучаются по неопределенным делам, или они в принципе не отлучаются от домашнего хозяйства? Нет. Есть фактор того, что это в принципе где-то присутствует. В справедливости ради сказать, но домашнее хозяйство там очень небольшой процент, это не доминирующий. Но только то, что это делают только женщины всегда в кадре, это очень забавно. Есть еще такой интересный тест, который мы тоже проводим, там 250 фильмов почти мы это сделали уже. Значит, этот тест называется Бегдал Уоллес. Этот тест придуман в шведском киноинституте на базе комикса, который там родился в 80-е, по-моему, годы или 70-е. В общем, шутка заключается в том, вот шутка этого комикса, что две героини идут в кино и думают о том, что стоило бы посмотреть какой-то фильм, где две женщины говорят не о мужчинах. И они рассматривают афиши, описания и понимают, что нет такого фильма и, в общем, уходят в освоясь. Вот. И сейчас в шведский киноинститут он выдает вообще такой вот значок Бегдал Уоллес, что прошел этот тест, тем фильмам, у которых есть две женщины, у которых желательно есть еще имена, и которые говорят... И профессии. Ну, там профессии не требуется. Которые говорят друг с другом не о мужчинах. И мы таким образом протестили российские фильмы, и эта работа продолжается. Надо сказать, что, конечно, многие фильмы тест проходят, там порядка 60%. В мире есть вообще такой большой сайт Бегдал.ком, где волонтеры тестируют много фильмов с волосатых времен, про диснеевские, в общем, голливудские. И это, в общем, мировая практика, везде где-то 60% фильмов проходит. Но мы модифицировали этот тест так, мы смотрим, сколько процентов диалогов женщины ведут на эти отвлеченные темы. Ну, и можно сравнить, сколько процентов диалогов мужчины ведут на эти темы. И получается, что подавляющее большинство фильмов, если они этот тест проходят, то женщины разговаривают меньше 5% на отвлеченную тематику. То есть как бы... То есть даже если разговаривают, то буквально минуты-две? Даже не то, что минуты-две, а там один диалог во всем фильме. Ну, там есть даже споры, например, в фильме «Горько». Вот он проходит этот тест, но потому что там мать с невестой разговаривают о том, какое платье надеть. Ну, типа, мне мужчина... Отлично вообще. Вот, так что вот эта проблема женского взгляда, она в игровом кино очень остро стоит. И есть также исследования, которые показывают, что женщины более центральную позицию занимают в фильме, если в авторах, в сценаристах, прежде всего, или режиссёром являются женщины. Ну, это да. Вопрос о женском взгляде, о выборе героев, это всё-таки... Ну, вот в игровом кино, на самом деле, это, мне кажется, очень значительный сдвиг последних пяти лет. Я сама это очень сильно наблюдаю, когда смотрю фестивальное кино. И как раз сегодня вот буду представлять фильме Ханса Лёв, женщины-режиссёра, который, в общем, никогда не игнорировал женских персонажей, но она снимает в Европе, она в скандинавских корнях снимает во Франции, сейчас и с британским языком, собственно, с английским на англоязычное кино, там это более-менее понятно. Там, не знаю, есть случаи с Гретой Гервик, есть случаи с Хлоей Джао, эти, в общем-то, они на поверхности за последние там несколько лет появились. А что с документалистикой в этом вопросе? Если женщины снимают документальное кино, то есть ли какие-то данные о том, какая тематика их интересует? Мы, естественно, не проводили исследования на документальных фильмах вот такого рода. Тут как раз, мне кажется, лучше спросить тех, кто в этом работает. Да, я о ней поспрашиваю еще, безусловно. Поэтому тут я вам не могу сказать насчет тематики. А у нас появились какие-то вопросы из зала, дорогие друзья? Пожалуйста, не стесняйтесь, ни в коем случае. Если не появились, я буду дальше не стесняться. Я написала и проанонсировала сегодняшний паблик-ток некоторое время назад на Фейсбуке. Мой знакомый кинокритик написал следующее. Очень интересно будет узнать про стеклянный потолок в прикарной профессии с минимальными профитами, которые существуют на задворках кинопроцесса. Расскажите, что вы на счет такого комментария думаете? Действительно ли вы считаете, что режиссер-документалисты это человек прикарной профессии на задворках кинопроцесса? Я недавно, у меня был короткий курс в вышке, три занятия, три дня, и у меня учились, их так гордо назвали, это продюсеры документального кино. И я к ним пришла, когда у нас был онлайн, начался опять ковид, и начала у них узнавать, что они делали. Часть из них просто проходили летнюю практику, а часть отбывали побывку такую, как будто их наказали. И они каждый раз, когда кто-то представлялся, почти у каждого второго была вот эта фраза, ну как бы это мне вот сейчас нужен зачет или что-то, я не планирую свою жизнь посвящать документальному кино, особенно продюсированию. Но это очень тяжело, это очень тяжело делать в этой стране, иногда я, в принципе, чувствую себя, как очень метко описал твой знакомый. Но, наверное, документальные продюсеры себя ощущают не только в России, бюджета намного меньше, кино непредсказуемое, режиссеры не самые простые документалисты. И, на мой взгляд, это чертовски интересно. Каждый раз рассказывают что-то новое. Но пока я очень часто ловлю себя на мысли, что как-то это уже унизительно. Вот как мы все живем и радуемся, что вот у нас съемочный день стоит 60 тысяч рублей. И нам вроде бы какие-то сдвиги, о которых все говорят в Минкульте, и мы радуемся. Но и там, типа, платформы хотят русский Netflix, но при этом руководители платформ не смотрят кино документальное и не понимают, каким оно разным может быть. И у всех, в принципе, один какой-то вот зашоренный взгляд. И у меня нету какого-то положительного ответа на то, как быть российскому документалисту и как быть его продюсеру. Но так победим. Ну, самурайский путь такой. Я вот, я не знаю. Ну, вот я каждый день подаю, там, пишу заявки на грант. Есть там ИТФ, есть Сэнденс, на которые попасть не на фестиваль, а на грант сложнее, чем поступить в Оксфорд. Ну, в общем, как-то мытьем и катанием снимаются фильмы. Я работаю с режиссером, который я сегодня упомянула. Она эту историю снимала в 10 лет, а мы ее вот четвертый год продюсируем. И надеемся, что выйдет в следующем году кино. Но, как показывает правило, самые лучшие картины, наверное, они вот самые долгие в производстве. А в нашей стране начали думать, что, в принципе, можно снимать кино за три месяца и как-то там смонтировать что-то. И вот это все будет смотреть. Но, наверное, и такой должен быть контент, за который платят. Но как-то должны развивать независимое документальное кино. Но у нас вот пока не понимают, как это все делать. Но самая проблема, которая сейчас есть, это, что у нас нет гранта на развитие проекта. Это вот тот самый девелопмент, который нужен каждому режиссеру. Я понимаю, что это очень рисковая вещь. Но грамотные люди, они должны идти найти риски. Когда ты даешь деньги на девелопмент, ты не знаешь, случится кино или нет. Но все равно это средство, на которое ты сможешь снять хотя бы первый трейлер для фандрайзинга. Ну, в общем, надеюсь, эти изменения будут. Но пока грустно. Да, вот я хотела как раз спросить, но, может быть, не все знают это в зале. Да и в целом, мне тоже интересно будет узнать подробнее. Расскажи, пожалуйста, что в себя включает этот грант на девелопмент? Какая вообще практика в мире? Когда его выдают? Какие обязательства это накладывает на режиссера? И какое количество таких грантов в итоге оборачиваются, в общем, получившимися успешными фильмами? И что это вообще? Какого размера это бюджет? Грант на девелопмент я получала однажды с режиссером-мужчиной. И этот проект не случился. Мы расссорились. И на меня легли обязательства перед грантом. Ну, все хорошо. Его давали на продакшн-тизера. Вот трейлер. 5 тысяч евро. Сейчас Итфа изменила правила. Она увеличила гранты до 7,5 тысяч евро на производство этого трейлера. И до 25 тысяч евро на продакшн. Я получала на продакшн тоже на другой проект, который мы сейчас завершаем с девушкой. И обязательство — это невозвратный грант. То есть он тебе достается. Тебе нужно подписать контракт. Ну, во-первых, тебя должны отобрать. Тебе нужно писать логлайн, синопсис, описание проекта, минимальный бюджет. Это первая часть заявки. Если ты проходишь дальше. А, ну, и, конечно, ты прокладываешь те визуальные материалы, которые у тебя есть. Потом тебе нужно более подробную финансовую схему приложить и описать, как ты, собственно, вот эти деньги, на что ты будешь расходовать. Им важно знать, чтобы все съемки и все работы по созданию трейлера, они были проведены в России. Россия, кстати, по-моему, в 2016 году ей стали давать деньги, ИТФа, но с пометкой, что только на социально важные проекты. Потому что для всего мира мы, типа, как бы очень даже в плане кино страна устойчивая. Мы там входим в Евримаш. Все думают, что у нас все нормально с финансами. А на самом деле из-за того, что есть это ощущение, наверное, от игрового кино, мы по этой причине не входим в фонд Берлинале, в World Fund. И российские документалисты, они очень много возможностей не имеют, например, по сравнению с Украиной. Потому что Украина входит в разные списки. На продакшн-грант заявка больше. Для Sundance нужно писать очень много. И там нужно продюсерскую концепцию, как ты собираешься прокатывать это кино. Про свою аудиторию ты должна рассказать подробно. Но это деньги, которые тебе переводят на твой счет дважды, нет, трижды. 40, нет, 50 процентов. 40 и 10 в конце, когда ты уже сдаешь либо фильм, либо трейлер. И все. Ну, то есть обязательства на продакшн-грант — это копия фильма, которую ты отсылаешь. И, конечно же, тот должен поставить, простите, логотипы фонда. А на девелопмент — это трейлер, в котором тоже необходимо упомянуть грант-адателя. Ну вот, в данном случае, и тьфу. Нина, скажи, пожалуйста, расскажи про процесс съемок фильма, может быть, обоих, а может быть, одного из них, как тебе будет удобно, с нуля, с задумки до воплощения. Во-первых, сколько лет, через какие процессы ты сталкивалась, как ты искала героиню, насколько для тебя было важно, кто этот человек, какая профессия, как ты столкнулась с этим человеком вообще, и почему решила освещать судьбу. И вот от точки идеи до точки воплощения сколько лет, сколько денег и какие этапы были пройдены. Я думаю, что будет огромное количество полезной сейчас информации, озвучено тем, кто, в принципе, хочет начать этот тяжелый путь. Ну вот для начала это тяжелый путь. Тяжелый. Тяжелый путь. Ну я расскажу про второй фильм, потому что первый был снят в рамках школы, это курсовая работа, он снимается за ограниченное время, три месяца. И поэтому, наверное, интереснее будет про второй, который я начала снимать как диплом, чтобы получить диплом школы. Второй это? Он называется «Дело». Он про адвоката Марию Эйсмонт. И я начала снимать его как дипломную работу, чтобы закончить школу, получить диплом. Но там все вышло из берегов, потому что закрутилась история, и я продолжила снимать его два года. А как я выбрала героя, так как первую курсовую работу я упоминала, я снимала про актрису, у меня было такое ощущение, что я типа застряла в каком-то своем пузыре, что я поступила на документалиста, а в том же барахтую, значит, в каком-то вот этом мире. И мне хотелось сильно оторваться от этого всего, и я пошла, как Марина Александровна иногда любит нам предложить, взять просто камеру и пойти куда-то. Я так проходила, 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 и вот удивительно ничего не нашла. Вот я поехала в какую-то там область, куда-то подальше, и что-то нашла, но все равно мне казалось, что это не то. И мне все-таки казалось, что я должна с чем-то таким столкнуться, вот максимально страшным, незнакомым для себя и так далее. И в итоге я вернулась в Москву, и тогда как раз начиналась вот эта история с Голуновым, и марш Голунова был. И я почему-то как-то по совпадению просто на Фейсбуке нашла вот Марию Эйсмонт и увидела ее посты про то, как она занимается адвокатской деятельностью. И я рассказала о ней Разбежкиной и говорю, вот я хотела бы, наверное, снимать вот такого вот адвоката, на что Марина Александровна сказала, что ты еще не доросла, и вообще типа не надо, если ты сейчас не с ней в каком-то ОВД, то и не надо тебе это делать. Какие у нее были аргументы? Ну что вот не доросла, что ты, а ты сейчас где, Нина, она говорит. Я говорю, я дома. А ты читаешь ее в Фейсбук? Она сейчас стоит в ОВД, а спасает там людей. Я говорю, да, читаю. Она говорит, ну ты же уже не там, значит, ты как-то уже что-то, вот тебе сейчас нужно как-то впрыгивать резко в это. Ты, значит, что-то... Я как-то так вот, видимо, разозлилась и решила, что все-таки надо делать то, до чего не доросла. И вот я застряла там на два года в этой истории, потому что началось московское дело, потом дело Константина Котова, которое я взяла как в основную линию все-таки этого фильма. Вот, и да, я, значит, снимала, снимала, и это все так упиралось каждый раз в какое-то судебное очередное заседание, когда я ждала, что же будет с Константином Котовым, что какое решение по его вопросу примут. То есть это всегда были такие странные рывки и этапы съемок. И вот где-то в середине, как раз когда начался коронавирус, я подала вот в Итфа Берта фонд заявку уже на постпродакшн, потому что... Нет, это называется, по-моему, продакшн и постпродакшн. И я им объяснила, что у меня снято уже где-то там 70% фильма, вот нужно смонтировать там 20 минут максимум трейлер, и куча сопроводительных текстов, да, как вот уже говорилось ранее, и синопсис, и анализ, там, по-моему, даже анализ как-то чуть ли не персонажа нужно было. Ну вот, короче, куда ваш персонаж будет двигаться, как вы думаете, то есть арку героя нужно было им как бы расписать. Вот, я получила грант на постпродакшн, параллельно я монтировала уже то, что есть и ждала, когда освободят из тюрьмы Константина Котова. То есть я понимала, что я должна как-то вот дотерпеть, дожать, чтобы снять финал. И я постоянно как бы была на связи с фондом, я им описывала свою ситуацию. И, в принципе, в срок, который я им обозначала, я не закончила съемки, но это все такие вещи, о которых можно договариваться. Я пояснила, почему я их еще не закончила, что там начались новые протесты в поддержку Навального, я должна снимать их тоже. Вот, и потом, когда фильм, я закончила его, смонтировала, я успела его подать на фестиваль. То есть то, что себя грант дает этот фонд, это тебе не гарантирует участие в фестивале. Ты также сидишь и ждешь, да или нет. Да, они в итоге мне дали согласие. И вот в ноябре у меня там была премьера на Итфе. И мы подписали договор с ними. И, естественно, да, логотип в начале фильма. Мировая премьера на Итфе. То есть тоже потом, когда они подтвердили мое участие. И еще я должна, сейчас я должна это уточнить, я сейчас так точно не помню, в течение трех лет я должна им такой отчет предоставлять, что происходит с фильмом, куда я его отправляю, что с ним происходит. И что-то еще там есть какие-то обязательства, я забыла. А, ну да, я там должна была финальный финансовый отчет предоставить, что самая такая вещь сложная, потому что никогда деньги не используются так, как ты прямо им написал в первом письме. Естественно, все начинает выходить из-под контроля. Но я как могла им эту ситуацию описала. И тоже там как-то максимально они с пониманием и с таким... относятся к этим вещам. Ага. Нин, а по срокам сколько от задумки до воплощения? Полтора года? Сейчас я скажу. Да нет, это около двух лет получилось. Да, около двух. Если считать как бы финалом премьеру на Итсу, то да, 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 именно. Хорошо. А по бюджету, если это не секретная информация? Я могу сказать, сколько мне дал денег фонд. Они дали мне 11 тысяч евро на постпродакшен. Скажи, пожалуйста, если бы не было этих денег на постпродакшен, сколько бы ты... Во-первых, завершила ли бы ты фильм, и в какие сроки, как ты думаешь? Ну, надо сказать, что к моменту, когда я запрашивала эту поддержку, я уже, значит, была в некоторых долгах, поэтому это было бы очень сложно. Я думаю, что я просто бы сильнее... Ну, как-то... Нервничала. Нервничала. И всё бы решала каким-то таким кустарным способом, через знакомых, каких-то людей. Но у меня ещё были сопродюсеры. Я когда поняла, что у меня продлеваются съёмки, и те деньги, которые дали на постпродакшен, частично там больше ушло на монтаж, потому что он затянулся тоже. Он такой был растянутый на год, потому что я монтировала сначала то, что сняла, а потом то, что доснимала и монтировала. У меня был ещё сопродюсер, который мне тоже помог в Москве. Ну, то есть... Нет, ну, без фонда это было бы совсем как-то... Ну, как-то было бы, но не так совершенно. Я правильно понимаю, что, Ксения, тебе надо будет в какой-то момент быстро трогаться? Я тогда тебе вопрос задам, и потом мы тебя отпустим. Скажи, пожалуйста, фигурировал ли вообще в твоей среде на официальном и неофициальном уровне каким-то образом дискуссия в духе тех, которые мы ведём сейчас? Вообще приняты ли они в сфере? Можно ли об этом заявлять, хотя бы проблематизировать это со знакомыми внутри индустрии, с коллегами? Обсуждаются ли вообще положения женщин в индустрии в самой среде неофициально или официально? Ну, неофициально. Мы постоянно говорим про это с моими подругами, продюсерками и режиссёрками из других стран. Здесь ещё положение женщин и положение вообще кинематографистов из Восточной Европы и противостояния с Западной Европой. Что добиться того, что твоё имя славянское правильно произнесли с нескольких раз, ты просишь, а эта просьба заедает очень многих. И у меня есть подруга, которая бьётся до последнего. Говорите моё имя правильно. И она отстаивает не только женщин, но просто вот восточных славян. Ну, у неё имя Мария Пономарёва, но они её даже коверкают максимально простым. Ну, бывает. Ну, конечно, мы обсуждаем и пытаемся отстаивать и свои позиции в индустрии. То есть это ни для кого не секрет. И всем хочется быть на равных играть. Потому что и честно играть, и чтобы к тебе уважительно относились. А люди, условно говоря, с привилегиями, они как-то понимают? Вашим комментариям, словам, относятся серьёзно? Как-то к этим претензиям? Возволнует ли их? Мне кажется, сейчас очень многое изменилось. Но я помню, например, я была на питчинге Косаковского Гунда, когда он только её питчил на Итфе. И был Косаковский с Гундой при всём уважении к режиссёру и к фильму. Там питчинговали девушки из Индии. Они получили поддержку Санденсы. Они делали фильм про первые независимые медиа в Индии. Газету, которую делают девушки. Они делают онлайн-журнал. И они просто записывают на камеру. Они не ходят с камерой. И записывают всю социальную несправедливость, которая происходит с индийскими женщинами. Изнасилование, похищение детей. Это первые журналисты в Индии. Девушки-журналистки. И проект был абсолютно сильный. У всех захватило дух, потому что это какие-то очень сырые съёмки. И бесстрашно. Это девушки-героиня. А в прессе просто ты передовица Итфа и всех журналов, ты видишь только Косаковского на следующий день. И это немножко задевает. И этот фильм... Я перестала следить за его судьбой, но было грустно, что его как-то не поддержали. Ну и есть такие примеры. Я встречаюсь с ними. У нас есть ещё время на один вопрос? Да, есть. Подскажи, пожалуйста, ты упоминала в самом начале про работу с женщинами-авторами. Как по твоим ощущениям, и то, что тебе это комфортно, есть ли какая-то женская оптика в документалистике вообще? Есть ли какой-то феномен женского взгляда? Можно ли как-то эти фильмы объединить? Или это будет какой-то гендерной натяжкой? Для меня пока это, наверное, это гендерная натяжка. А вообще? У меня есть ощущение от работы с девушками, что они любят командную работу. Например, Маруся, пусть её фильм личный, он такой больше исключением, но мы понимали, что нам нужен, например, монтажёр. Нам нужна какая-то командная игра с мужчиной. Вот у мужчины есть... Я монтирую кино, я режиссёр. И даже твои доводы, что, может быть, нужен консультант по монтажу, мужчина воспринимает это очень часто как оскорбление, как будто ты ему не пытаешься помочь, что вот несколько взглядов, несколько мнений, никто твою идею не украдёт. Он думает, что его как-то занижают, сомневаются в его компетенции. С женщинами, наоборот, все за командную игру, за распределение обязанностей, и как-то коммуникация по-другому происходит. А про женскую оптику я не знаю. Я работаю сейчас с авторкой, которая очень любит монтажное кино и архивное кино. Другая режиссёрка, она любит такое методичное, полное погружение, и у неё она любит наблюдать за коллективами людей, совершенно разными, будь то пожарные или собиратели морской травы в Архангельске. Но у кого-то... Я не чувствовала никогда, что есть какая-то женская оптика в документалистике. Честно. Ну что, мы отпускаем тебя тогда. Давайте похлопаем Ксении. Спасибо за участие. Выполняю материнскую роль и бегу на детский день рождения. Да, с удовольствием. А мне кажется, что должны какие-то, наверное, вопросы из зала появиться в этот момент или к этому моменту. Есть кто-то, кто хочет задать вопросы из зала? Ну раз нет, тогда мы продолжаем. Собственно, это тот же вопрос, который я адресала Ксении, адресую Ксении. Ксения, есть ли какое-то ощущение схожей, схожей в схожести женского взгляда? Есть ли ощущение того, что пока смотришь фильм, даже не доходя до титров, складывается ощущение, что его сняла женщина? Ну вот единственное, что могу сказать по этому поводу, что действительно женщины поднимают чаще те темы, которые им ближе, то есть они чаще демонстрируют на экране себе подобных, что называется, тоже женщин. И это тот момент, который сейчас активно отслеживается, в том числе этими программами diversity, которые я уже упоминала, потому что они касаются не только женщин, да, там и какие-то этнические группы, да, то есть продвигаются, чтобы эти темы были озвучены, потому что тебе это, если это ближе, ты это будешь рассказывать. Но в целом я бы тоже не сказала, что есть какое-то, вот как принято у нас, несколько уничижительно, говорите, женское кино, это такой надуманный стереотип на самом деле. Вот, но я бы хотела вернуться к тому вопросу про прикарность профессии, вообще, насколько там это все, чашка и так далее, потому что тут вот, как от лица члена, сопредседателя даже профсоюза, могу сказать, что это очень такая острая проблема, потому что в кино нету нормальных трудовых отношений, нету никакой стабильности, и это особенно больно бьет именно по женщинам. Прежде всего потому, что, ну, никому не секрет, что часто люди уходят в декрет, в декретный отпуск уходят у нас женщины. И на детские дни рождения, как мы видим тоже. И на детские дни рождения тоже. Да, и, в общем, ситуация такая, что работая в кино, вы не можете претендовать даже на отпуск по уходу за ребенком, просто потому, что он не будет оплачиваемый. У вас нету постоянного места работы, где вам это будет оплачено. И кроме того, вы потом отлучаетесь вот как бы на три года из профессии, ну, на полтора года ухаживая за ребенком, и вам очень сложно потом вернуться. Вот почему те девочки, которые выпускаются из киношкол, из институтов, которых большинство на любом факультете, даже на операторском, их потом не видно. Потому что вы выпадаете вот в таком самом активном возрасте, когда вы строите профессию, строите карьеру, и вы потом не вернетесь. То есть за полтора-три года может измениться сфера настолько, что предыдущие связи, проекты... Да, главное — это связи. То есть тут даже вопрос не знакомства с техникой какой-то текущей, а именно связи. Они все уходят. Процесс уходит вперед. А кино — это такая вещь, которая связана только с коммуникацией. Только на коммуникациях все это строится. Если вы это потеряли, то все. И вот именно поэтому все программы, которые за рубежом существуют, они вот сейчас и проталкивают женщин, ну что называется, делают для них всякие преференции и прочее. Это неспроста, потому что есть объективные причины, которые выталкивают их из этого. И мне кажется, это очень важно, это как-то понимать, осознавать и стремиться, чтобы у нас тоже на это обращали внимание. Насколько я знаю, я ориентируюсь просто на свои знания по игровому кино. Огромное количество начинающих режиссеров как раз говорит о том, что есть довольно большая индустрия и такое благоволение к дебютантам. И действительно, если ты снимаешь дебютный фильм, какое-то внимание тебе значительно уделяется, ну примерно как, не знаю, подростковым поп-звездам. Вот он такой юный, прекрасный, хрупкий. Давайте его поддержим. Потом время дебютов заканчивается, заканчивается время первого, второго фильма и уже на третий, на четвертый все еще молодой режиссер, но еще не дебютант, с гораздо большим трудом получает финансирование. Ксения, вот вы сталкивались с таким? Проблема еще в том, что у нас в России второй фильм не считается дебютом. То есть в мире это практика. Первый, второй фильм это считается дебют и их поддерживают в отдельной программе, на них отдельный день. У нас только первый фильм. И есть еще, знаете, такая проблема, что наши продюсеры, они вообще специально еще дебютантов, потому что это легкий доступ к Минкульту, к Минкультовским деньгам. И потом не всегда удается эти фильмы снять, потому что продюсеры эти деньги используют на какие-то другие свои дыры. И они не достаются, собственно, режиссеру. Поподробнее, пожалуйста. Ну, я не большой специалист в этом, но я просто это неоднократно слышала. К нам в профсоюз обращались как раз режиссеры-дебютанты и говорили, слушайте, а вы не думаете с этой проблемой бороться? У нас пока это не очень в приоритете, но эта проблема есть. То есть, условно говоря, я правильно привожу на бытовый русский язык, деньги на фильм конкретного режиссера и на его будущий дебют получены, продюсерам. Но до режиссера они никаким образом не доходят, и фильм в итоге не снимается вообще. Ну да, либо снимается на гораздо меньшие деньги, то есть режиссер еще становится в таких рамках очень жестких. Вот и это проблема, да. С точки зрения прикарности вообще кинопроизводства, кинопрофессии, действительно ли это, если не брать коммерческий сектор, где это, не знаю, там реклама, дорогие телесериалы и прочее, действительно ли это такая очень незащищенная финансовая сфера, нестабильная. Это очень незащищенная сфера, и не только, вот вы назвали сериалы дорогие, дорогие сериалы, это еще не значит, что вас хорошо получает группа. Вот буквально месяц назад, в октябре, там, да, это было, Голливуд чуть не ушел в забастовку, если вы, может быть, слышали. Расскажите. Там есть очень такой сильный профсоюз, он объединяет работников сцен, то, что называется там, существует еще с 19 века, там работают люди, которые в театрах работали. Сейчас там объединяют и кинопроизводственных рабочих. Вот, и они требуют... Это технические специалисты, это, в основном, технические специалисты, ну, туда входят и костюмеры, и гримеры, ну, то есть такой основной пласт именно работников, нетворческого, звена такого ключевого. Вот, и их возмущает то, что сейчас пришло очень много платформ, тот же Netflix и так далее. И они заставляют, вот, выжимают из них все соки, они там устраивают 16-часовые рабочие смены, нету небольших, маленькие перерывы остаются между сменами, люди не отдыхают. Это очень опасно, потому что вы, ну, вы физически истощаетесь, знаете. Ну, и плюс вообще-то пандемия параллельно с этим. Ну, нет, это... Там уже у них не такие серьезные проблемы с пандемией, но это просто проблема, она несколько лет накапливалась, вот, то есть это и до пандемии существовало. И вот просто сейчас у них в октябре подошел момент, когда они заключают так называемое отраслевое соглашение, в котором прописываются базовые условия труда. Вот, и продюсеры отказались менять эти условия, которые, ну, то есть, на голливудских проектах как раз это все защищено, работа на голливудских фильмах всегда больше ставки и вот лучше условия труда. А вот эти вот пришедшие платформы, они, получается, не попадали в эту сферу. Ну, такая немножечко фабрика получается, такая высоковыжималка. Вы понимаете, что фильм снимается, это как бы короткий промежуток, там, месяц-два у вас съемки, а если это сериал, то это затягивается на месяц. И вы постоянно живете вот в этом вот ритме. 16-часовые смены, там, обеды отодвигаются, в Голливуде с этим словом строго вообще обычно. Вот, и дошло до того, что они говорили, что будут объявлять забастовку, 98% членов профсоюза проголосовали за, а их профсоюз, это несколько десятков тысяч работников киноиндустрии. Более того, поддержали их за рубежом, потому что сейчас очень многие фильмы голливудские снимаются о Великобритании, потому что там есть программы ребейтов всяческие и прочее. И Великобритания сказала, ребят, если вы к нам приедете, мы вам тоже не поможем, мы работать не выйдем на вашей площадке. И Голливуд в ночь перед объявлением забастовки подписал это соглашение, в котором они согласились изменить условия на платформенных фильмах. Вот то, что творится в Голливуде, творилось в Голливуде, с чем они поставали, для нас это рутинная практика, это постоянная история. 16-часовые смены в течение нескольких месяцев это норма. Это ни одна мать не выдержит, прямо скажем. Это ни один не существующий отец не выдержит, но это просто тяжело. Это просто очень тяжело, да. И это такая сфера, в которой еще говорят, что вот как бы вас тут поезда из Самары каждый день приезжают, мы вас любого заменить можем. Я не знаю, может быть, мне стоит дать слово Нине рассказать, как ее опыт в этом смысле. Да, да, передавайте микрофон. Ну, в принципе, есть такое, мне кажется, общее настроение, что, значит, вот актер должен, я сейчас про актеров скажу, что знаю, что вот актер должен как бы радоваться любой работе, и в связи с этим для актеров, мне кажется, ненормированный рабочий день, ночь, ночь, работа в празднике, бесплатные репетиции, это все уже такая привычная штука, и я не знаю, что должно произойти, чтобы это, чтобы как-то изменить, в принципе, вот это отношение, бесконечные там съемки забесплатно, потому что у нас вот такой вот короткий метр тут. И, например, из моих наблюдений технические вот там профессии, которые связаны, например, с техникой, даже там оператор, все световики, они уже как бы не будут они за бесплатно работать. Да, я знаю, по-моему, световики самые ретивые в российской киносвете. Да, они просто говорят, у меня розетка, так что делайте, что хотите. Ну, потому что как бы считается, что это ваша творческая там инициатива, какой-нибудь музыкальный клип снять там без денег, там, хочет исполнитель, там, иногда вот режиссеру тоже интересно, а все остальные как бы нет, ну, за деньги сюда пришли. И в этом смысле, мне кажется, они молодцы, а вот люди, у которых есть как бы творческое как бы вот это начало, все привыкли к тому, что они могут броситься вот и на амбразуру, за идею и без денег. То есть такое настроение есть и было бы здорово, если бы оно как-то поменялось. Нин, возвращаясь к твоим фильмам, расскажи, пожалуйста, на каких питчингах ты была, что ты наблюдала и какие проекты по твоему наблюдению сейчас чаще всего заявляются дебютантами, начинающими режиссерами для проработки. Что именно в документальном кино сейчас больше всего волнует режиссеров вообще? И есть ли какой-то, не знаю, средний слой, какое-то сходство в тематике? Что вообще люди предлагают? Что интересно? Или чего много? Я не была ни на одном питчинге пока что, потому что я вот сняла один фильм в рамках школы, второй я сняла тоже как бы начиная в школе, и мой питчинг был в школе. То есть мы проходили этот между собой питчинг, чтобы потренироваться там за 7 минут свою историю презентовать. Вот. А по поводу идей очень сложно сказать. Я вот могу только из своего опыта, я съездила когда на ИТФУ сейчас, у меня было такое двоякое чувство. С одной стороны, это очень классная поддержка, и там действительно люди ходят в кино, вот, и залы заполняются людьми. То есть ты как-то привыкаешь в России, что приходит там 5 человек на твой фильм, и ты еще остаешься на Q&A, и там как бы... И там есть модератор, и все молчат. И 5 человек, да, и все молчат. Нет, сейчас вообще классно, сейчас много народу, вообще здорово. А там я приехала, я была удивлена, действительно люди прям приходят и смотрят, это классно. И, но вот, то ощущение, что ты туда попадаешь с таким фильмом как бы политическим, и в котором твоя страна предстает не очень в таком хорошем свете, это, конечно, вызывает такие вот смешанные чувства. И меня спросили, а вы будете еще делать такое кино? Я говорю, ну, ну, буду. Такое, это политически заряжение? Ну, да, да. Я говорю, ну, буду, но я не буду это делать, потому что мне хочется на фестиваль попасть. Я хочу как бы, я хотела бы ориентироваться на какие-то свои внутренние, там, что меня интересует. Вот. Поэтому, и когда вот сейчас Ксения сказала про то, что фонд рассматривает заявки из России, только если фильм на социальную тему, она это так повернула, как будто бы потому, что у нас все в порядке, и только вот кино как бы поддерживают, и только социальные какие-то повестки они готовы финансировать, а для меня это совершенно по-другому было. Я это по-другому воспринимала. Мне казалось, что там такой список стран, мягко говоря, не очень благополучных, от которых требуется вот кино на социальную повестку какую-то. Дать людям деньги, снять про то, про что они в других обстоятельствах у себя дома не снимут. Ну, да. То есть я так это увидела, что себя в твоей стране не поддержат с таким фильмом, поэтому снимай такое кино, и мы тебя будем поддерживать. Вот. И у этого очень как бы такая, это очень двоякая для меня ситуация, потому что, естественно, ты хочешь, чтобы кино было интересно там на Западе, или там ты хочешь, чтобы тебя поддерживали, но при этом ты не хочешь стать как бы заложником в этой ситуации, что ты должен постоянно там снимать политическое кино. вот. Поэтому не знаю, вот я не возьмусь говорить, какое сейчас интересное кино и какое чаще всего предлагают, но очень разное. Очень разное. И у нас в школе очень разные фильмы делали. Расскажи, пожалуйста, кстати, про своих однокурсников, с какими проектами они хотели выходить. Потому что, ну, насколько я, в принципе, наблюдала за выпускниками разбежкинской школы, это всегда это всегда очень критическое и очень политически заряженное кино. Это довольно редко вещи, которые существуют где-то в вакууме, всегда есть привязка к какому-то часто неблагополучному контексту. И в целом понимание того, что реальность требует какого-то иногда наблюдения, иногда и вмешательства. Твои наблюдения какие-то за происходящим вокруг тебя, с твоими однокурсниками, как сейчас их, чем они сейчас занимаются и чем они занимались в школе? Про что они снимали? Сейчас я попробую вспомнить самые такие запоминающиеся. Ну, вот сейчас из последних мой однокурсник получил, по-моему, даже, я не помню, это гран-при или не гран-при, на послание к человеку, его фильм. Он снимал парня, у которого вот это заболевание болезный эпидермолиз. И это очень сильный, сильный фильм. Если вы увидите, он называется «Клетки». Если вы где-то увидите, посмотрите, потому что это тоже очень длительное время он провел с этим молодым человеком, который, к сожалению, совсем недавно умер все-таки. Хотя для этой болезни он прожил какую-то невероятно длинную жизнь, 28 лет, вообще не живут с этим диагнозом. И удивительно, этот фильм удивительен тем, что, странно, что я сейчас за Диму его фильм пересказываю, он начинал совершенно с другой какой-то идеи. Он хотел снимать такое кино про науку, про клетки, как там используют клетки, чтобы продлевать людям жизнь, молодость. Он как-то хотел такое техническое кино снять. Сайенс-документалистику. А его в итоге вся вот эта наука про стволовые клетки привела к этому парню, который этими клетками не жизнь и красоту себя продлевает, а как бы жизнь себя спасает. И да, таким образом оно из технического стало таким и социальным, и смешались эти жанры сильно. Еще один очень крутой фильм, который тоже сейчас получил в Лейпциге, по-моему, он получил что-то. Лейпциг-ток. Да, если я не ошибаюсь, тоже он накурсник снимал. Это удивительный документалист, который суперделикатный и такой нежный к своим героям. И за счет этого ему Никита Ефимов тоже, я надеюсь, когда-нибудь покажут этот фильм. У него удивительная такая его деликатность позволяет ему проникать в самые интересные места. Он проник в настоящую тюрьму, что в принципе в России очень сложно сделать. Да, тем более с деликатностью. Ну да, я снимаю адвоката, меня не подпускали просто на пушечный выстрел ни к одной колонии. Я сидела на улице в будках, ждала все время. А он каким-то образом под видом того, что он будет делать такое познавательное кино про то, как хорошо у нас все устроено в тюрьме, он пролез в эту колонию и снял про начальника отряда фильм. И это одно из сильнейших впечатлений моих, потому что у меня еще сильно резонировала во мне тема вообще с заключенными в тот момент, то, что я сама снимала про заключенного по сути. И это тоже очень сильные фильмы. Вот этот метод притвориться, что я снимаю на самом деле, как у вас все хорошо устроено, а в итоге показать весь ужас и несправедливость и вообще кошмар этого места, это, конечно... Начальник отряда посмотрел фильм? Я не знаю, мы еще не общались с Никитой на эту тему. Надо будет поговорить с Никитой, когда будет мужской стол документалистики, обязательно зададим этот вопрос. Ксения, по поводу женской оптики, есть какие-то наблюдения среди документального кино, есть ли какое-то ощущение специальной работы с героями, специальной работы с тематикой? Знаете, я вот хотела поделиться, я как раз сейчас работала в жюри региональной премии, называется она «Золотая тарелка», она проходит второй раз в Казани, они там пытаются награждать ребят, которые снимают фильмы в регионах. В прошлом году я отсматривала прям всю программу, мне было очень тяжело, в этом году я сказала, дайте я посмотрю такое документальное кино, пожалуйста. Тарелку надо объяснить, почему тарелка, потому что она бьется. тарелка это то, что перед съемками обычно традиционный жест, причем, по-моему, только в России используются. Да, я не видела это в других местах, да, пишут обращенно просто на ней все имена всех участников, название проекта и бьют ее перед началом всего, просто чтобы наши зрители понимали, что это не какое-то ресторанное премия. Вот, ну и вот интересно, как бы, что все вот эти фильмы, которые снимают в основном, ну там много из Москвы, из Петербурга, но в том числе и из регионов поступают проекты, они четко бьются на два таких направления. Первое, это вот, как мой один коллега сказал, это такой коллективный парадный портрет, то есть когда снимают что-то такое, восхваляющее очень много про Вторую мировую волну, то есть про Великую Отечественную войну, про память про Великую Отечественную войну или там парадный портрет вот этого всего какого-то коллектива, который проживает или работает где-то, то есть это очень тяжело такие фильмы смотреть, прямо скажу. А второе направление, вот оно такое авторское, живое, которое пробивается откуда-то непонятно, и вот несколько было совершенно чудесных фильмов, у нас была жаркая дискуссия, кому вообще вручить приз, будут вручать только в январе, поэтому не могу рассказать. Но я бы не сказала, опять-таки, что я могу по фильму сказать, кто там за камерой стоит. То есть мужчина, женщина, этого не видно, этого потом можешь узнать, посмотрев титры, потому что реально, если это талантливый человек, то разницы нет. Но проблема заключается в том, что все равно женщин оказывается меньше именно потому, что объективные факторы выталкивают их из этого всего. И увидеть вот этот талант, знаете, как в этом врататуе, мультик такой диснеевский, что типа... Мне не надо объяснить, это мой любимый. Готовить может каждый, но не в том смысле, что все должны броситься и пойти готовить, а в том, что талант может прийти откуда угодно, и когда у него нет вот этих вот приступочек, ступенечек, на которые можно пойти, на каких-то привилегий, то мы просто его не увидим никогда в жизни. Поэтому я прям очень радую за то, чтобы у нас в России тоже эта дискуссия стала разгораться, и чтобы мы какие-то меры поддержки стали применять, а не смеяться над ними. Потому что в основном у нас все смеются над ними. Это самая главная реакция, квоты, сейчас как все понабегут, бездарные, непонятные люди займут места одаренных. Я, кстати, вспомнила тоже, у меня был опыт с документальным кино в этом году. Я была в жюри национального конкурса битфилм-фестиваля, который они сделали, там было 11 фильмов, если не ошибаюсь. Они собрали заявки, было 11 коротких и средних метров, полных метров было. По-моему, 2 или 3. И нам нужно было, собственно, распределить призы. И я постоянно держала в голове то, что приз — это в первую очередь деньги на развитие следующего проекта. И то, что, например, если у человека есть какой-то доступ или понимание следующего фильма, или за ним стоит какая-то серьезная спонсорская поддержка, возможно, ему не настолько нужно это на наше награждение, как что-то другое. Я держала постоянно в голове и гендерный фактор, и, в общем, как-то хотела изо всех сил это учесть. Но в итоге наши три призера — это были мужчины. Не потому, что ко мне кто-то не прислушался, или не потому, что у меня были какие-то значительные преимущества. Просто исходя из того, насколько цельным был фильм, исходя из того, насколько ступеней как раз прошел каждый режиссер перед съемками фильма, какой у него уже был опыт, какой силы, какой бюджет команду он, собственно, на какую бюджетную команду собрал, безусловно, женщины на фоне этого, на фоне, собственно, всех заявок выглядели беднее просто потому, что у них было меньше ресурсов. И также было совершенно непонятно, исходя из того, что мы видели, насколько я разговаривала потом с участницами, было не очень понятно, насколько они настроены дальше продолжать карьеру. То есть с этой точки зрения тоже было странно понимать, кого ты поддерживаешь, потому что амбиции по-настоящему режиссерских, больших среди женщин, которые у нас были, я, собственно, тоже их не заметила. То есть было бы огромное желание кого-то поддержать, но, с одной стороны, нужно было бы тогда продерживать объективно слабые фильмы, это неправильно, это неэтично по отношению к профессии, а с другой стороны, давать шанс людям, которые сами не уверены, нужен ли им шанс на следующий фильм. А вот как вы определяли, что им нужен шанс на следующий фильм или нет? Это интересно. Нет, нет, у нас было с ними интервью, и, собственно, я с ними со всеми разговаривала, мы спрашивали про дальнейшие планы, какие проекты находятся в работе. В общем, у кого-то был готовый план, но это тоже не обязательно на что-то влияло, но просто было понятно, что человек собирается дальше снимать. У кого-то же никаких конкретных планов не было, никакой определенности в будущем, деньги на следующий проект, что в разработке, не было конкретных ответов. Из-за того, что конкретных ответов не было, тоже было сложно не только со стороны мужчин, но и со стороны женщин, сложно было сориентироваться. Мы решили, если, условно говоря, давать какому-то не такому сильному фильму приз в качестве финансовой поддержки, все-таки нужна решимость и амбиция автора дальше продолжать действовать в работе. И мы отказались от этой идеи, в итоге мы дали только тем фильмам, которые по-настоящему имели какое-то цельное высказание. Да, это были три приза мужчинам, и женщин было, по-моему, две заявки, и да, они были, ну, то есть, они были прямо концептуальны, художественные, они очень сильно уступали, и это было очень обидно. Для... Фильм, который у нас выиграл, он был международной копродукцией, режиссер из Латинской Америки с европейской командой снимали кино в Украине, в Чернобыле. Так как это был СНГшный конкурс, не только для российских режиссеров, но и, в принципе, для русскоязычного кино СНГ, таким образом, в принципе, он попадал и в категорию нашего фестиваля, но история еще и в том, что это была настолько действительно острая, жесткая, странная, непонятная, структурная, тяжелая тема, что это была, действительно, проделана дико тяжелая работа. Режиссер снимал про подпольных рейверов 10 или 15 человек, которые решили устроить в зоне отчуждения ночное событие, столкнувшись с украинскими силовиками, с местным коррумпированным гидом по Чернобылю, с жителями соседних деревень, которые сидят на компенсациях после аварии, ну и там было просто слишком большой пирог, действительно, было сложно игнорировать это, потому что история сама по себе была очень сильной, но да, вот даже по своему собственному опыту, держа в голове постоянно все на свете там вопрос, который мы обсуждаем сегодня, никому оказать значительные помощи у нас тоже особенно не получилось. но просто хочу сказать, что мы действительно в голове, обсуждая это втроем, держали целиком факты. Ну вот важно, чтобы у вас это было в голове, потому что очень часто вот эти все квоты по членам жюри 50 на 50, они как раз ведут к тому, чтобы хотя бы люди держали это в голове. Все эти исследования, все эти публикации, которые делаются во всем мире, они показывают проблему, потому что когда проблему ты видишь, ты начинаешь о ней думать, ты начинаешь думать, как ее решать. У нас такой дискуссии нет, у нас нет никакой статистики, как бы и все это считается, что тоже это невидимая проблема, если она невидимая, значит ее нет. Но сейчас она уже видимая. Спасибо вам большое за эту дискуссию. У нас целых 40 человек, да. А скажите, есть вопросы из зала, пожалуйста? Замечательно. Да, у меня вопрос. В общем, у меня есть совсем небольшой, маленький такой студенческий опыт съемок до кино на разных киношколах, тоже учеников Разбежкиной. И мы, в частности, на одной из школ как раз были вот с Машей Черной, которая сегодня, к сожалению, заболела, не смогла прийти. И мы обсуждали то, как странно у нас выходит именно выбирать своих героев и как с ними общаться. И у меня и у Маши были довольно-таки странные и некомфортные опыты съемок мужчин. Особенно, когда ты не сильно как бы еще притерся, но только начинаешь снимать. Потому что герои, как бы тебя часто мужчина воспринимает, ну там, не как журналиста просто, а еще как женщину. И начинает как-то на тебя обращать внимание, вот как-то пытаться тебя завлечь, еще что-нибудь такое. И часто это как-то... Фильму не способствует. Да, а иногда... Документальному. Кому-то иногда способствует. Вот. И мы думали про то, что, возможно, это какая-то женская гендерная социализация, которая описывает женщину как такую внимательную, к ближнему, такую заботливую, чуткую. Она как будто способствует тому, что больше женщин снимает документальное кино. То есть тебе просто интересно, что происходит вокруг, и ты идешь как бы к человеку, ты интересуешься его жизнью. И поэтому, возможно, как такая одна из гипотез, почему вот именно в таком кино наблюдении больше и много вообще женщин сейчас. Вот. И было бы интересно послушать, наверное, вот ваш опыт съемок. И вы сравнили взаимоотношения с героями. И вот как вообще, что вы про это думаете? Ну, у меня опыт исключительно с женщинами. Еще я снимала, когда поступала заявку, но там был человек, ну, он был гомосексуален. Поэтому у меня не было опыта, что вдруг я снимаю мужчину, и он начинает меня воспринимать как-то по-другому. Я слышала о таких проблемах у одной моей однокурсницы была такая проблема, что она все время говорит, вот уже второй мужик, я снимаю его, он от меня влюбляется. Я с такой проблемой не сталкивалась. А что касается взаимоотношений с женщинами, героями, я не знаю, насколько это правильно и можно ли это как-то объединить и сказать, что вот это вот у меня такой метод. Я не думаю, что у меня сейчас есть какой-то метод. Я просто как бы все время, когда начинаю снимать, все вокруг горит, и ты на горящем велосипеде едешь, вот примерно вот так, одноколесном, и жонглируешь. поэтому у меня есть еще такое странное, что я выбираю вот этих героев, и у меня к ним сначала есть вот такое прямо восхищение ими на грани с обожанием. То есть мне начинает казаться, что никто не делает в мире ничего более важного, чем они. Причем это может быть актриса, может быть адвокат и правозащитница. То есть тут нет разницы. То есть я в какой-то момент дико в это влюбляюсь. Видимо, это так организм реагирует, чтобы оправдать себе, почему он каждый день встает в 6 утра и бежит куда-то за кем-то в странные места. Но когда ты проводишь с человеком очень длительное время, ты начинаешь видеть в этом, естественно, уже какие-то и недостатки человека, и это начинает превращаться иногда в какие-то манипуляции с тобой. Герой не всегда, так скажем, чувствует границы, что ты как бы снимаешь его, и потом ты от него уйдешь в какой-то момент. И ты не подписывал с ним договор всю жизнь его освещать. И это такой тоже сложный момент, потому что ты сначала проявляешь какое-то гипервнимание к человеку, а потом пропадаешь. Да, и получается, что нужно разбираться с этим чувством какой-то вины, которая вдруг возникает, что ты человека действительно бросил, как бы воспользовался его историей, съездил с этой историей на фестиваль, и все, и потом один раз в год звонишь. То есть это на самом деле очень сложные взаимоотношения, которые, как мне кажется, с каждым героем по-разному выстраиваются, но вот я сейчас уже вижу какую-то тенденцию, от которой я хотела бы избавиться в дальнейшем с героями. вот эта вот тенденция какого-то очень сильного такого восхищения и восторга на первых этапах, мне кажется, что это, не знаю, может, оно и необходимо для начала, но мне оно просто немножко травмирует, потому что я просто прекращаю жить своей жизнью, и это становится каким-то таким помешательством легким. Да, и я рассказываю всем своим друзьям, своей семье, как это важно, что это за человек, и мне кажется, что в этот момент что-то не то происходит со мной. Кассения, у вас какие наблюдения на этот счет? Ну, я не общаюсь с героями, но мне кажется, что вот эта история с некой женской социализацией, она как раз, ну, может быть, она сказывается на том, что действительно женщины снимают больше женщин, просто еще из соображений, может быть, безопасности какой-то. Я только хотела об этом сказать, что это какая-то все-таки большая зона комфорта. Внедряться, да, в какую-то вот среду, где тебе может угрожать опасность, а общение с мужчиной далеко не всегда бывает безопасным. Ну, мне кажется, еще и важный момент в том, что проходя через одни и те же фазы с человеком своего пола гендера, ты так или иначе более-менее можешь примерить на себя его судьбу и как-то соотнести свой собственный опыт, как-то его прочувствовать немножечко на другой стороне. Плюс действительно надо, мне кажется, не игнорировать тот факт, что если говорить про вообще сферу культуры, то, не знаю, 90% людей, с кем я сталкиваюсь просто по рабочим отношениям, начиная с сегодняшних организаторов, вас, из тех людей, которые меня позовут потом работать завтра и послезавтра, я увижу женские лица. И это тоже надо понимать, что за большинством фестивалей, выставок, круглых столов, в продакшене, в продакшене любого культурного события, на которое вы придете в Москве, в регионах, там будет 7 женщин, двое мужчин, а может быть и 9 женщин, и ни одного мужчины. А еще обратите внимание, кто обычно накрывает стол на новогодних каких-нибудь корпоративах? Это все менеджерская работа. Это я даже не буду начинать это осмыслять. Скажите, пожалуйста, у нас есть еще вопросы? Зал, у нас совсем мало времени осталось. И еще один вопрос у нас. Есть, будет возможность, если кто-то захочет, пожалуйста, соберите. Это не столько вопрос, сколько дополнение, потому что про безопасность тоже хотела сказать. Вот я сейчас тоже учусь к киношколе, в МШК. К слову, у нас намного больше мальчиков учатся, чем девочек. На каком факультете вы учатся? На режиссуре. Мы сейчас первые полгода снимаем документальные этюды. Это не какое-то погружение в чужую жизнь, но ты должен постоянно искать какого-то героя. И наш мастер как-то рассказал историю про то, как какая-то девушка ради этюда на Курском вокзале случайно познакомилась с каким-то мужиком и поехала его снимать до конечной станции электрички с мужчиной. И поехала с ним до конечной станции на электричке что-то снимать. И он говорил, что она жива, но вы так не делаете. Мне в жизни бы не пришло в голову что-то подобное делать. И приносят мои одногруппники какие-то этюды. И там мальчики снимают каких-то других мужчин, социальных рабочих, полицейских, алкашей каких-то на улицах и так далее. И иногда из-за этого что-то получается классное. Я понимаю, что я в жизни не подойду к этим людям, потому что это может для меня плохо закончиться. И мне обидно, короче, за это. За то, что у вас нет возможности взять какие-то истории, которые не в вашей зоне. Да. Ага, хорошо. А какие-то еще есть комментарии у нас? А, замечательно. Вот еще вопросы. Позади у нас спикер. А, замечательно. Хорошо. Да, спасибо. У меня еще есть дополнение. Мне кажется, просто очень хорошо дополнит реплика, которую я хотела сказать. Потому что я хотела и поспорить со спикерками, что мне кажется, все-таки в документальном кино часто есть какой-то специфический женский взгляд, потому что я начинаю вспоминать, какие фильмы, о каких фильмах я бы точно могла, по каким фильмам я бы точно могла определить, что его сняла женщина. Это часто очень какие-то личные истории про семью, про что-то травматичное. И даже вот у разбежкинцев кажется, что намного больше таких историй про свой внутренний круг, ближний круг именно у девушек. Может быть, как раз это связано с тем, с безопасностью, с тем, что и женская социализация позволяет, как будто разрешает тебе говорить о чем-то болезненном и личном больше, чем мужчинам. И просто это, да, безопаснее и комфортнее. Как-то странно. У нас еще сзади есть вопросы, да? Два или? Ну, у меня вопрос, наверное, немного более общий, чем как бы конкретно по теме. Просто я хотела узнать такой момент. А вам не сложно бы чуть-чуть поближе микрофон поднести? Так слышно? Да, замечательно. Я хотела узнать, вот вы говорили, ну как, в принципе, там на тоже документальное кино, там сложно вот и финансирование получить, там на каких-то платформах, на пичингах. Мне просто интересно при этом. Это кино, которое вот получает финансирование, оно как бы особенно вот на зарубежных платформах, где требуется вот этот вот более социальный, оно тем не менее должно быть более, ну, чтобы его поддержали все-таки более, я не знаю, прямолинейным, или в том числе поддержку бы получать такие прям более абстрактные проекты. Ну, то есть документальное кино, оно уже более там обширное, то есть вот есть какие-то, не знаю, проекты сильно необычные, как, я не знаю, как конискации, вот, например, которые, ну, не знаю, не такие линейные, как чья-то личная история, например, или наблюдение за кем-то, либо, вот, например, фильм «Шо», который идет 9 часов, вот, и, ну, как бы по форме он, мне кажется, все-таки стоит сказать, ну, как мне кажется, не такой типичный, как бы. Спасибо. Я попробую ответить, да, потому что вот по каким-то нашим разговорам про вот эти фонды и гранты только социальным проектом могло звучать, как будто бы действительно вы должны снять, что у нас все плохо, и продемонстрировать это в Европе, но я когда приехала на ИТФу, опять же, убедилась в том, что все намного тоньше на выходе получается и работает по-разному, то есть у меня фильм достаточно конкретный, про конкретное дело, уголовное, про работу адвоката над этим делом, все равно я, естественно, поскольку я не журналист, я всеми силами старалась снять кино, все-таки, а не репортаж сделать, да, но вот абсолютно наравне с таким фильмом, например, выиграл приз за лучшую операторскую работу и за лучший дебют, фильм Руслана Федотова, который называется «Куда мы едем?» про московский метрополитен. Да, это фильм про московское метро, снятый потрясающе просто, как визуально, это очень крутой фильм, и вот он как раз обладает той степенью какой-то абстрактности, просто наблюдения за странными этими людьми, там создается такая какая-то своя вселенная этого московского метро. И он бессловесный, надо просто сказать, там из-за кадрового голоса, все, что происходит в кадре, это наблюдение документальное за людьми, внутри нет никакой озвучки, никакого титрования, это просто смонтированные куски с разных съемок в реальных условиях московского метро, без какого-то позиционирования автора, четкой какой-то его идеологии, произнесенной из-за кадра. И этот фильм, он был поддержан на продакшене и на постпродакшене этим фондом, и в итоге он был взят в программу фестиваля, еще и призы получил, то есть тут нельзя сказать, что только какие-то прямолинейные, конкретные, обличающие фильмы могут получить поддержку, конечно, нет. Вот есть примеры того, как это происходит с такими поэтически абстрактными фильмами, талантливыми просто очень. И у нас есть время на последний вопрос или комментарий? О, так. А, все, хорошо, ладно. Давайте. Да, можем вам микрофон передать. Вопрос такой тоже общий, больше, чем по теме. И я просто как раз хотела сказать про фильм, была недавно на арт-встоке Дмитрия Лукьянова, о котором вы говорили. И ему задали такой вопрос, очень обобщенный, что не думаете ли вы, что с меньшим количеством фондов и возможностей в России сложнее снимать, с чем, не знаю, где-то в Европе документальное кино, на что он ответил, что, мне кажется, что полностью наоборот, потому что здесь меньше прав человека, условно. Если ты приходишь к герою, то тебе легче получить доступ для того, чтобы его снимать и что-то такое. И я немножко не поняла, как будто бы люди не поняли друг друга в этом вопросе. И что вы думаете по поводу прав человека, условно, и возможности его снимать в России. Это, конечно, длинная очень тема, но если можно. Ну, как бы грустно это ни звучало, чем хуже дела у нас в стране, тем больше тем для независимого, по роду, кино, потому что, естественно, никакой поддержки, ни политические фильмы, ни какие-то остросоциальные внутри вряд ли получат, только от каких-то редких продюсеров, которые этим занимаются. Но чем хуже, тем лучше, как бы цинично это ни звучало. Но мне кажется, тут еще очень важный аспект, это то, что по поводу как раз смещения границ и вообще отсутствия этого понимания очень многих героев из-за того, что люди это не очень хорошо сами про себя понимают и не очень делят личное и общее. Они дают значительно быстрее доступ, чем если бы это был, условно говоря, немецкий начальник тюрьмы. Или условно, ну, то есть, грубо говоря, момент вообще понимания человека своих прав юридических, момент того, что он может отозвать свое согласие, утвердить, не просто перестать брать трубку, но и как-то юридически себя защитить. На мой взгляд, это правда очень сильно влияет на доступ к героям, потому что ты, ну, поговорите с документалистами европейскими именно фотографами, например, с режиссерами. Я сейчас на вскидку не скажу, но я училась просто в школе, в Голландской академии, в Крыльевской академии искусств, ГАГе, собственно, с голландцами. Огромное количество людей ездили в Восточную Европу за историями, ровно по той простой причине, что это очень такой колонизаторский, очень удобный способ, прийти к людям, которые не очень понимают свои права, на ломаном языке им, в общем-то, что-то рассказать, что-то взять, и с этим потом чем-то результатом поехать. Это довольно эксплуатационный подход, но он, к сожалению, работает, и он помогает продвинуться в индустрии. Таким образом снимается довольно большое количество фотографических проектов в Европе, в Европе, ну, хотя бы там несколько лет назад так было, и вот сейчас, например, если попадать на документальную программу, условно так говорят, тех же там их Sundance и Берлинале, там как раз на Q&A очень важная тема, чаще всего поднимаются, не эксплуатация ли это, грубо говоря, людей, не очень понимающих, что происходит, потому что пару раз были такие довольно противоречивые, не очень приятные кейсы, когда действительно авторы, в общем, такие немножечко престиженными ушли после Q&A, потому что люди обратили внимание на то, каким неравноправимым обладает режиссер с камерой и герои, с которыми он разговаривает, в каком плачевном состоянии он их находит, как они ему легко доверяются, в каком плачевном состоянии он дальше их оставляет и идет дальше заниматься своими проектами. То есть, например, соотнося историю, допустим, с проектами твоими или тем, что делали твои однокурсники, вы все еще находитесь внутри одной системы, вы в ней друг другу помогаете, общаете, никто ни у кого не делает никакой импорт. А там это действительно такая сырьевая история, если так можно выразиться, и на это действительно обращают внимание, это тоже обсуждается. Это безотносительно, это непосредственно к нашему вопросу гендера не имеет отношения, но к вопросу как раз, как то, что сказала Ксения, что надо держать в голове, когда ты раздаешь призы или что-то хотя бы смотришь, мне кажется, что это тоже довольно важно. Мне просто кажется, что всегда видно, когда режиссер заехал на час благополучный, поснимал и убежал. Мне кажется, это всегда видно. И тоже есть очень хороший пример. Фильм выпускницы нашей школы, Дины Бариновой, «Ядоки картофеля». Она поехала в деревню снимать семью, которая для обычного городского жителя может показаться, что маргинальные личности, но то, как это снято, как она поселилась с ними, как она честно с ними прожила рядом, и как они практически стали ей ближе, чем её собственная семья. Это уже из каких-то таких рассказов про съёмки, я знаю. Ну, просто я так думаю, что если бы режиссёр туда с интенцией какой-то такой эксплуататорской зашёл, не получилось бы кино, оно просто бы не сложилось. Ну, это как раз подход, насколько я понимаю, очень сильно журналистко-репортажный. Это очень сильная история про короткий срок, в который тебе надо срочно что-то сделать, поэтому у тебя есть фиксеры, у тебя есть лёгкие доступные объекты для исследования, вы за пять дней ограниченное количество смен снимаете для телека или быстро для газеты кого-то, ходите по одним и тем же местам, есть одни и те же аборигены, с которыми вы взаимодействуете, и потом это уходит. Это, кстати, к сожалению, мой друг, который снимает документальное кино для телекомпаний международных, он на это очень сильно жаловался и был очень разочарован. Ну, вообще, часто бывает, что журналисты даже с самыми лучшими намерениями немножечко, как сказать, нам мешают потом передвигаться, потому что уже они сняли и показали, и уже люди, которых сняли, уже поняли, как это работает. А документалист же не выкидывает свой фильм на YouTube, он же это делает ради каких-то там более таких масштабных целей, и потом как бы тебе не верят, что ты это не выложишь и не осрамишь человека в интернете, что ты снимаешь не для веселья. Это очень сложно потом объяснить людям, потому что многие отказываются. Да, это, кстати, это очень неприятное соседство одного типа отношения к героям и к кино, и вообще к визуальному ряду и другому. Хотела еще задать вопрос по поводу персонажей в документальном кино, вообще женских и мужских. Какие вам персонажи в российском кино больше всего, наверное, запомнились? И есть ли действительно, на ваш взгляд, вот история, про которую наша зрительница упомянула, какого-то действительно такого рискового маргинального поведения, поиск героев немножечко вне зоны комфорта значительной, или то, что не воспринимается условно среднестатическим человеком как норма, сталкивались ли вы с этим, и какие герои вам запомнились в русском документальном кино в последнее время? Ксения, можете что-то рассказать по этому поводу? Я просто боюсь, что это будет некий спойлер, который я не имею права особо говорить, потому что те фильмы, которые мне запомнились, они как раз у нас сегодня просто мы обсуждали с жюри. Но вот что могу сказать, что из тех документальных фильмов, которые я видела в последний год, наверное, у меня большое впечатление оставляют какие-то истории, которые показаны с разных точек зрения. То есть когда там не какой-то центральный, а вот, наверное, главный герой — это некое какое-то событие или какое-то место, вокруг которого вот это вот рассказывают с разной точки зрения. И вот в этом смысле они довольно сбалансированы, все эти истории, и мне это очень тоже нравится. Вот, то есть нет какого-то центрального портрета, вокруг которого мы скачиваем. То есть, в принципе, портретные... Портретные, вот я говорю, они обычно вырождаются во что-то такое, что либо поддерживаются государством, получили региональные деньги, допустим, ну и сняли про вот этого там человека. И это все довольно скучно, там нет обычно жилки и какого-то авторского взгляда, к сожалению. А, Нина, у тебя какие? Ну, я тут уже вот высказалась о нескольких фильмах, которые меня очень тронули и которые я очень жду, чтобы как-то были показаны где-то. Поэтому... Мне интересна твоя рефлексия по поводу женских и мужских персонажей. Есть ли какой-то, на твой взгляд, перекос или не перекос? Есть ли какой-то вот само по себе внутри сценариев, внутри индустрии какой-то интерес к тем или иным типам, к тем или иным судьбам? Ну, если внутри документалистики... Ну, у меня лично есть перекос. Я хочу снимать мужчину уже в какой-то момент. Я надеюсь, что это произойдет. Ты уже выбрала своего следующего персонажа? Ну, нет, нет, еще нет, но я этим занимаюсь активно. Мне было бы это интересно. Я бы, наверное, в процессе... Мне бы наступило осознание, ах, вот почему я снимала женщин. Я думаю, что это может случиться. Хотя, может, и нет. Не знаю. Лично у меня нет такого, что я смотрю, кто там главный герой, и если ты женщина, не смотришь, что мужчина, смотрю. У меня нет такого. Нет, я понимаю, мы тоже все, безусловно, все смотрим. Абсолютно. Чувство сопричастности или чувство какого-то. Да, и тоже внутри документального кино тоже у меня сейчас нет такого, потому что я вот сейчас съездила тоже на фестиваль, посмотрела тоже, мне не осталось у меня ощущения, что есть какой-то перекос. Очень разное все кино, с очень разными людьми, и сделано разными людьми, и действительно не всегда понимаешь, кто снимает, мужчина или женщина. Это в какой-то момент совершенно кажется неважным. Поэтому не знаю. Есть ли у нас еще вопросы из зала? Супер. Да, спасибо. Я скорее хотел задать вопрос Ксении насчет… Вы можете рассказать поподробнее про гендерные исследования именно в России, в кино? Вы сказали, что их практически нет, но все-таки какие-то перспективы и на что сейчас можно как-то, чтобы погрузиться в это, что уже существует? И где про это узнать? Да, вот это главное. Ну, на самом деле, я, собственно, сейчас занимаюсь как раз исследованием этой темы, потому что я в свое время работала в компании «Нивофильм», ведущим аналитиком. Мы делали исследования для Европейской аудиовизуальной обсерватории. И вот последний отчет, который мы выпустили, он, кстати, есть в бесплатном доступе на сайте «Нивофильм», называется «Ключевые тренды российского кино». Он вышел в 2018 году, и я с большим трудом своему руководству отбила, чтобы там была маленькая глава, кто у нас является продюсерами, режиссерами, сценаристами и операторами. Мы там посмотрели, как раз по пяти годам делали такой срез, вот именно гендерный, с точки зрения гендера. Это было первое, мне кажется, исследование в России на эту тему. После этого я рассорилась с руководством, она мне сказала, что ты вообще какой-то ерундой занимаешься, и я оттуда ушла. Теперь я преподаю и, в общем, занимаюсь этим исследованием самостоятельно. Я надеюсь, что в ближайшие полгода я все-таки выпущу какие-то эту тему материалы. Но вот что касается того, что уже можно почитать, во-первых, есть сайт Begdel.ru, там анализируются российские фильмы, сериалы и советские фильмы, сериалы на предмет вот этого теста Begdel. Очень интересно, это пишут два соавтора, они живут оба в Швеции, они русские, мужчина и женщина. И они очень интересные культурологические наблюдения делают. Допустим, «Тайна перевала Дятлова» они анализировали, свежий сериал. Смотрели, как представлены героини в фильме и сравнивали с реальной историей. Брали дневники, письма этих девушек, говорили, насколько можно было так плоско показать героинь, когда они были совсем другие. Ну, в общем, такой интересный взгляд. И еще, конечно, очень интересно, это сайт Кимки и Баба Дук. Это такой антиколониальный взгляд и взгляд феминистки очень на весь кинематограф, не только российский. Вот тоже Маша Кувшинова. Мне кажется, потрясающие вещи делают. И Татьяна Шорохова. Да, да, и Татьяна Шорохова. Вот у меня еще, оказывается, был вопрос записан. Я хотела уточнить по поводу технических новшеств вообще и того, насколько упрощают или усложняют современные технологии точку входа как раз гендерную, когда перестает быть необходима. Или все еще она нужна, тяжелейшая аппаратура, тяжелые командировки, дальние какие-то выезды, какое-то дорогостоящее оборудование. Изменилось ли что-то за последние буквально 10 лет по сравнению с тем, что было раньше, бюджеты на техническое оснащение фильма, как они меняются и есть ли какие-то технологии, которые помогают. Условно говоря, извините за такой дурацкий пример, миниатюрной девушке и ее пяти миниатюрным помощницам пойти снять документальный фильм, который будет очень классно выглядеть, но при этом не потребуется каких-то тяжелых перевозок, каких-то тяжелых грузов, просто каких-то аспектов бюджетных, когда ты на это тратишь не только с физическую силу, извините, но и финансовые какие-то расходы, потому что тяжелая съемка и тяжелая техника безусловно стоят огромных денег. Вот что по наблюдению Нины и может быть что-то Ксения знает на этот счет. Ну, я по принципам нашей школы снимала сама. Да, как вот у Разбежкина. Сама себе оператором была и в первом фильме, и во втором. Камера у меня весит не очень много, то есть я могу ее вполне носить. Что касается каких-то сейчас попробую вспомнить даже. Ну, у меня не было в этом смысле никакого вопроса, я просто... Ну, и визуально фильм, в принципе, смотрибелен. Есть люди, которые лучше меня снимают, там даже у них есть какой-то бэкграунд операторский, у них лучше это выглядит, но именно вот принцип школы, что ты берешь камеру, ни от кого не зависишь, идешь и снимаешь, очень-очень облегчает тебе вход в эту, так скажем, в эту профессию. Да, я как раз хотела об этом сказать, потому что, когда я общалась с Мариной и Михаилом, когда он еще был жив, идея была как раз в том, чтобы дать молодому человеку без денег возможность, во-первых, самому пройти этот путь, а не рассчитывать на оператора и монтажера, которые тебя подстрахуют, во-вторых, все-таки сделать первый шаг самому и без денег, и без сторонней поддержки, и каким-то образом взять на себя целиком авторскую ответственность за то, что происходит. Таким образом, с одной стороны, вроде бы сделать более тяжелый шаг, взять на себя, но сделать это в самом начале, чтобы дальше ты понимал, через что проходят твои помощники, если вдруг твоя профессия как-то диверсифицируется по остальным. И в школе, если у тебя на первых порах нету камеры, то ты снимаешь все эти этюды, сначала мы действительно занимаемся такими этюдными поисками, ты можешь снимать все на телефон, то есть вообще сейчас максимально это все избавляет тебя от этих вот отговорок, почему я не могу снять, потому что ты можешь снять, в принципе, хоть час. Вот. И поэтому это максимально упрощает вот этот старт, потому что ты снимаешь все сам. дальше там уже, если ты хочешь улучшить визуальную сторону своей работы, ты будешь сталкиваться с операторами, но тоже уже, когда ты там более-менее знаком с людьми, это не является препятствием. И все равно вот бэкграунд как бы вот школы разбежки, но все равно всегда тебе оставляют эту тему, что если что, ты можешь снять сам. Там нет денег, если вдруг оператор твой сливается, ты можешь снять сам. Это самое вообще классное, что после нашей школы остается. Ощущение, что в принципе зачем мне кто-то вообще нужен. Ксения, вот с такими последствиями самостоятельности по наблюдениям, есть какое-то ощущение разного кинематографа от тех людей, которые работают целиком самостоятельно и от людей, которые все-таки работают с большой командой? Ну, смотрите, сейчас можно снять фильмы на айфон, и таких фильмов уже очень много. Вот как раз у нас на фестивале тоже сейчас на золотой тарелке был один такой фильм, совершенно потрясающий, там какой-то дебют, такая документальная комедия, и мы просто этим свежим взглядом все наслаждались. Вот, но что касается вот этой тяжести техники и прочего, мне кажется, это такое препятствие, которое прежде всего стоит, конечно, перед операторами, да, и на самом деле вот в киношколах до сих пор девочек отговаривают поступать. Я вот про это знаю. Им говорят, что как же вы будете работать операторами, и все такое, вы вообще соображаете, хотя, конечно, уже и технические возможности совсем другие. Вот у меня есть подруга очень хорошая, которая как раз закончила операторский факультет достаточно давно, и там действительно было это препятствие с техникой, с тяжелой. Но как она поняла по выходу из университета, что ее отговаривали прежде всего потому, что оператор тяжелая профессия, чисто психологически. Потому что она, когда пришла на площадку, она не смогла работать, потому что кругом у нее вся техническая группа, цветовики и прочие, это мужчины, и они просто ее не слушали. Вот еще есть какая проблема, что ты, когда выходишь в этот коллектив, вот как говорила Ксения, к тебе обращаются с таким менторским тоном, с нисходительным, да что ты там знаешь, и все такое. Вот эта проблема тоже есть, и эта проблема чисто психологическая, социальная, которую, в принципе, надо решать разговорами и менять это отношение. Но про это, кстати, тоже есть, опять же, могу пример привести из игрового кино. Режиссеры женщины, собирая как раз и техническую группу, очень часто в игровом кино заботятся о том, чтобы для некоторых это в принципе важно, чтобы, не знаю, 70-50% составляли женщины, а некоторые умышленно делают так, чтобы в каждом секторе, в каждом департаменте на ведущих ролях одну из них занимали женщины, для того, чтобы как раз в процесс этих переговоров был не одна операторка против 10 помощников, помощников световиков, а каким-то образом 50 на 50, и это вроде бы уравновешено. Ну, это сложно, 50 на 50 световиков, столько их нет. Светики все мужчины. Да, но может быть так. Есть еще гендерная сегрегация профессий, мы тоже про это делаем исследование, то есть там очень четко. Да, расскажите. Ну, техники — это все мужчины стопудово, каскадеры тоже в основном мужчины, а женские профессии — это костюмеры, гримеры и кастинг. Вот кастинг — актерский департамент, в взаимодействии с актерами, там у нас женщины. А в сценарном департаменте насколько соотношение по международным женщинам? Ну, там, в принципе, я говорила, что это ключевая профессия, это авторские профессии, там где-то 72% мужчин. Это причем, да, вот продюсеры чуть побольше, там 70%. А в режиссуре 80% мужчин. Да. В роли режиссуры очень важная позиция. Да, опять-таки, когда нужно что-то организовать, порезать салатик. Накрыть новогодний стол. Да-да, я шучу, я просто провожу аналогию. Нет, конечно же, да, второй режиссер, на самом деле, совершенно неочевидная для большинства зрителей профессия, даже когда они видят в титре, да, собственно, и я, когда только начинала писать про кино, вообще не обращала внимания на факт присутствия этого второго режиссера. Чем больше в этом начинала разбираться, уже проходило какое-то время, остановилась по ней, когда уже просто находишься, но когда только попадешь на площадку, все вещи становятся очень очевидными, мне кажется, это как раз тоже очень важно для режиссера, как можно скорее из какой-то учебной среды попасть в реальную понятие общей расстановки сил. Второй режиссер, это действительно человек, который очень часто в отсутствии режиссера, он может не быть на площадке, действительно продолжает его дело, распределяет таким образом ответственность, чтобы все вещи действительно работали. Это гигантская стрессоустойчивость, это очень, это самое, наверное, ненормированное из всех графиков, и это очень часто... На него зависят все графики, остальные на самом деле. Не, ну в принципе, это как раз та ниша, куда уходят выпускники режиссерских факультетов, потому что это те же самые режиссеры, которые вот как бы это... В советское время это считалось путь к режиссуре. Сначала ты становишься вторым режиссером, потом тебе доверяют уже сам фильм. Ну а сейчас, мне кажется, это путь от нищеты, в общем, в целом очень часто. Сейчас это та профессия, где работают собственные выпускницы, не доходя до высшей ступени. Ну, кстати, а есть исследования того, какое количество вторых режиссеров и таки становятся первыми? Конечно. Тема интересная. Да, тема интересная. Просто, ну это как раз, мне кажется, очень очевидный тоже вопрос, потому что в международном сообществе как раз обсуждают, каким образом, условно говоря, продюсеры среднего звена, женщины, которых очень много, редко доходят до продюсеров, высшего звена, а вторые режиссеры, ну, как мне сказали в комментариях, бетонный потолок. Так что, возможно, возможно и бетонный. Ну что же, есть еще вопросы у нас в зале? Ну, тогда наши огромные вам благодарности за ваше внимание. Большое спасибо Ксении Леонтьеве, Нине Исаеве и с вами была Алиса Таежная. И Ксения Габченко ушла, и Маша Черная не присутствовала, но я думаю, что в любом случае они как-то с нами были душой. Спасибо вам огромное. Смотрите документальное кино как можно больше. А, кстати, напоследок я тоже озвучу. Расскажите, на какие документальные фестивали обратить внимание нашим зрителям, чтобы они просто понимали, что, где смотреть и где узнавать про новых режиссеров. Да. Ну, на инфу нужно смотреть. IDFA, да, я с своей стороны скажу, CPH Docs это весенний фестиваль в Копенгагене, в России это Ardok Fest весной будет, весной и послание к человеку в сентябре. Уже прошло. А, да, он был в сентябре, да, и? Ну, у нас Анденс нужно смотреть, что там показывают, что еще, Лейпциг. Doc Lisboa еще, документальный фестиваль в Лиссабоне, португальский. Очень известный, хороший. Hot Docs. И Hot Docs. В Канаде это? Да. И что еще? Flair Tiana. Flair Tiana. И True Falls еще в Штатах. Вот, видите, выбор огромный, можете, по крайней мере, смотреть и следить за, на самом деле, следить за показами тоже здесь. И на самом деле, это не совсем гигантская индустриальная история, но лично я хожу на ММКФ, на программу «Свободная мысль» каждый год, и смотрю там те документальные фильмы, которые вообще никогда никуда не приезжают. Там я могу, имею возможность их там посмотреть. Это уникальные вообще опции. одна из немногих супер работающих программ на ММКФ, которую я смотрю годами. Ну что же, друзья, спасибо вам огромное за ваше присутствие. Будьте здоровы, всего доброго, до свидания. Спасибо вам большое. Еще сейчас ровно минутку в вашем времени займу. Кроме того, что спасибо вам большое, что вы сегодня все пришли, и спасибо нашим спикерам дорогим. Хочется сказать, что наш проект Opio, он не коммерческий, но он профит, и если вы хотите нас поддержать и как-то помочь нам иметь финансовую подушку, то можно вот по QR-коду перевести на сколько-то денег, любую там, комфортную вам сумму. И еще важное объявление. Сейчас будет в 6.30 фильм «Папа» Валерия Гайгерманика. Возможно, кто-то из вас увидел. Классный фильм, оставайтесь, пожалуйста. Да, он реально очень смешной, хороший и добрый, и страшный, и нежный в то же время. Добрый, нежный, страшный, хороший, смешной. В общем, все, как мы любим. Да, и будет отличное продолжение для дискуссии. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Билеты в кассе по скидке для студентов.